Итак, у нас сегодняшний день у нас знаменательный день, потому что ровно три месяца назад, ну да, 26 сентября, начала работать новая подробная полиция. Сегодня у нас среди докладчиков 5 человек, Марина Кульбачная, инспектора сектора везд службы управления патрульной полиции, Сергей Бербасов, начальник управления общественной безопасности и патрульной полиции, Ольга Юскевич, начальник патрульной полиции, Александрь Дженков, советник, и Владислав Каченко, начальник батальона патрульной полиции. Уточнение. Господин Бирбасов не работает в патрульной полиции. Просто в полиции. Главное управление полиции в Харьковской улице. Всем доброго дня. Дуже рады вітати вас на пресс-конференции. Вже как три месяца патрульная полиция вышла на улице города Харькова. Можливо, у вас есть какие-то вопросы, что до нашей работы мы хотели бы подчас пресс-конференции как раз въяснить, какие до нас выникли вопросы, будем отвечать, будем взаимодействовать. Я бы хотела трошки поправить, что Владислав Ткаченко является камбатом, поэтому можно будет задавать такие вопросы, что касается лініи. Он может дать ответы. Мы уже будем перенаправлять вопросы, кто сможет ответить правильно. Пожалуйста. Спасибо. Первый вопрос. Изменения в работе патрульной службы с выступлением всего закону о национальной полиции. Какие вы эти изменения? В связи с выступлением закону про национальную полицию, мы уже ранее называли патрульной службой, а сейчас уже патрульная полиция. Изменения таки, скажем так, мы каждого дня заступаем на улице міста близко 280 человек, они перекрывают все місто Харьков, в нашем месте 9 районов обслуговываются, заступаем 100 экипажей, у нас в 2 изменения мы працюем и целую неделю. Скажите, пожалуйста, вот сравнение и принципиальные отличия между высшим подпатрульным и полицией подразличиями? Можно я отвечу на этот вопрос в связи с тем, что Ольга Степановна больше была занята патрульной полицией, а мы работали и с патрульной службой в городе Харькове, и с патрульной полицией в настоящее время. Хочу сказать, что у нас с самого первого дня с управлением патрульной полицией в городе Харькове полное взаимопонимание. Мы постоянно на связи находим общий язык, это постоянно в течение суток происходит, как по массовым мероприятиям, так и по раскрытию определенных уличных преступлений, ну и также по всем праздничным мероприятиям. На всех спасибо обл. администрации, они на все совещания нас приглашают вместе с патрульной полицией. Мы совместно проводим определенные совещания и перед мероприятиями, и вообще по обстановке на территории города и области. Отличие от этого отношения к самой службе, именно к самому, к людям отношения, в первую очередь, гражданам города Харькова между патрульной службой и патрульной полицией, потому что патрульная служба в то время выходила для того, чтобы составить административный протокол и так далее. А патрульные полицейские, в первую очередь, они выходят для того, чтобы, первое, это быстро приехать, быстро оказать помощь человеку, и оказать помощь, это не значит составить карать, то есть составить какой-то определенный административный протокол, либо определенный материал. Достаточно в некоторых случаях просто проведения профилактической беседы, для того, чтобы человек понял, что так как бы в дальнейшем вести себя не стоит. Ну вот, вкратце, вкратце, да. Я прошу прощения, я хотел бы добавить, что все-таки новая патрульная полиция отличается не тем, что она там выполняет, в отличие от своей предшественницы, иные функции. Она создана на принципиально новых условиях, основаниях, на принципиально новых методиках обучения. Она создана для того, чтобы перестать быть карательным органом, о чем справедливо сказал господин Бирбатов, а стать сервисным центром по обслуживанию харьковчан и предупреждению преступности. Профилактики правонарушения, в первую очередь, на улице. Это принципиально новая структура, которой раньше не было. Вот почему она отличается принципиально от всех подразделений, которые вели борьбу с уличной преступностью в прошлой ушедшей в небытие милиции. Спасибо. Ну, я думаю, что первые у нас болицы, во-говоре, блондинка. У нас такой вопрос, скажите, пожалуйста, полностью ли укомплектован штат? Достаточно ли для этого харьковских бывших милиционеров, копов, и для них нужны дополнительные кадры из других городов? Зараз укомплектован он полностью, но если будет решение керевников национальной полиции и департамента патрульной полиции, конечно, мы приймемо до своих лав еще полицейских. А сейчас что вы комплектовали? Сейчас достаточно. Когда полиция появится в области, скажите? Это не до меня вопрос. Как будет решение керевництва, значит, тогда и появится. Прокоментировать, пожалуйста, слухи о новой полиции. Ты понимаешь, что некоторые из них берут взятки, хамят, и, в принципе, достаточно недостаточные? Я думаю, коментовать слухи не будет наиболее. Скажите, количество уволенных работников? Если они были уволены, за что и какое количество? На сегодняшний день 25 человек звольнилися, из них 11 звольнилися под час еще навчания, все другие за власным желанием в связи с важным графиком работы. Великим навантажением? Так, великим навантажением, не каждый витримует. Еще есть поодинокие случаи, когда люди принимают такие решения, в связи с тем, что живут в области. Им не удобно приезжать до Харькова. Механизм отбора, который был полным, то хороший, не дал збори, как вы считаете? Ні, не дал. Мы задоволены полностью. Что касается финансирования полиции, зарплаты? Как обещали, так все финансируется, все задоволены. Я думаю, не найдете жодного патрульного полицейского, который будет скаржаться на свою заработную плату. А звучит ножки? Я ж не финансовый видел. А можно... Секунду, пожалуйста. Дмитрий, первый вопрос. Добрый день. После радио Рогон Крепло для меня, как журналіста, вашим своим потенцем работы новой полиции, где сникли нелегальные торговые точки, они не сникли, как они функционировали, так функционируют и до сих пор. Примиром, педакцизная торговля без лецензии, тютюновыми вирубами. Есть такая точка, про нее знают все. Академика Павла, 160. Пану Сергею Петбасу я писал информационный запад на то, что делать гражданину, который двойче выкручивал полицию, двойче складывались протоколы, а точка и не действия. Вы ответили, что если против вас против права, то действительно нужно следовать. Так вот, стоимость этих лотков, четыре в ряд, которые ничего не боятся, я обратился к полицейских милиционеров, который с липня обратился к новым полицейским, везд и ныне там. С чем все заткнулось? Полиция так, вездить патрульно. Это первая ланка, которая должна на это реагировать. Давайте вопрос задать. Но вы вызываете следовательный отдел, который потом этим занимается. Что делать дальше, если эти нелегальные торговые точки продолжают действовать? До кого обратиться? Спасибо. Господин Дорог. Спасибо. Давайте я, наверное, отвечу на данный вопрос, так как вы мне и направляли информационный запрос. Действительно, с таким явлением, как торговля с рук в неустановленных местах, очень трудоемко и тяжело бороться, в связи с тем, что бывают такие случаи, в которые просто реализатор уходит, и получается, что товар, который находится на столе, он является бесхозом, и при этом его очень тяжело оформлять, и материалы направлять в суд. По поводу конкретного случая, о котором вы говорите, после вашего запроса, ну и были еще некоторые заявления от граждан, именно по академика Павлова, не давячи, как вчера, сотрудники возглавляемого управления, выехали туда и задокументировали действительно три факта торговли сладка данными табачными изделиями. В настоящее время материалы дооформляются и будут направлены в суд. Ну, действительно, что при выявлении, это первое, вы правильно сказали, это необходимо вызывать 102, для того, чтобы оперативно приехали сотрудники патрульной службы, которые зафиксируют данный факт, а потом действительно они вызывают следственную оперативную группу для составления административного материала. Спасибо. А вы представляете, Виктория Афутова, областное телевидение. Первый вопрос у меня, Сергею Староженко, наверное, вы сказали, что полиция стала теперь скорее сервисным, таким, ну, как бы, органом, а не карательным. В связи с этим уменьшилось ли количество правонарушений? И все-таки, наверное, кажется, что карательный какой-то аспект должен быть у полиции. Это первый вопрос. Второй по поводу зарплаты, почему вы их не можете озвучить, это было озвучено еще до того, ну, примерно, какая будет зарплата, до того, как образовалась вообще полиция, что-то около 8 тысяч, но по нашим сведениям она такой не является. Люди получают гораздо меньше. И третий такой у меня вопрос. Жители жалуются, что многие полицейские не знают досконально правил ДТП, почему я являюсь, допустим, свидетелем. Ехали на машине. Подождите, я сейчас, почему? Ну, очень длинно, мы не ответим. Ну, не надо переводить. Полицейские не знают правил не ДТП, а дорожного движения. Правила, подождите. Рассказать ситуацию. Ехали на машине, увидели, было правонарушение. Полицейские ехали впереди, даже не остановили. Они не знают, или они боятся, или... Мы ответим на все ваши вопросы. Спокойно. Пожалуйста. Спокойно. Значит, по поводу карательного аспекта. Значит, если раньше, и мы это знаем, патрульные службы прятались за кустами, за углами домов, за автобусами, за другими средствами, караулили для того, чтобы только поймать и наказать, то сейчас этого нет. Принципиально новая система, при которой полицейский автомобиль передвигается по установленным и всем видимым маршрутам, с включенным проблесковым маячком, что само по себе является профилактическим средством для всех водителей, пешеходов, других участников дорожного движения и потенциальных возможных правонарушителей. Кроме этого, сервисный центр, ну, я думаю, комбат и другие наши друзья и коллеги из полиции расскажут вам массу примеров и случаев, иной раз даже с таким юмористическим оттенком, как помогали полицейские граждане и добираться в больницу, и оказывали медицинскую помощь, и домой подвыпившему нашему гражданину, и многие другие случаи, которые могут быть интересны, я думаю, они сами вам расскажут. Вот что я закладывал в смысл, когда говорил о том, что в отличие от предыдущей патрульной полиции, отставой, новая, принципиально созданная на новых принципах патрульная полиция, играет совершенно другую роль для общества и государства, в частности для нас, харьковчан. Доброжелательность, уважение, понимание, детальный разбор ситуации, и те принципы, которые были заложены в их обучении, они совершенно не соответствуют тем принципам советской милиции, которая действовала десятилетиями. Поэтому, когда мы говорим о том, что новая патрульная служба не носит в себе основу карательной функции, вот мы должны с этим смириться. В том числе, когда вы говорите, что вам, видимо, нарушение правил дорожного движения полицейские не реагируют, то хочу вам сказать, если кто-то думает, что по родному городу полиция будет гоняться с включенными сиренами, с криками, стрельбой и шумом, за тем, кто наехал на сплошную осевую и пересек ее, то вы глубоко ошибаетесь. Значит, этого не будет. Полиция будет предупреждать, полиция будет своими формами и новыми методами сообщать другим экипажам, для того, чтобы отследили эту машину, для того, чтобы в случае грубого нарушения, но если вы меня не слушаете, мне неинтересно с вами общаться, извините. Пожалуйста, дальше. Могу я? Можна я отвечу? Я хотела сказать, что в первую очередь, мне очень хочется, чтобы граждане города города Харкова были правосведомыми. Это было на высоком уровне. Если вы увидели, что было порушение правил дорожного руха, то, пожалуйста, зателефонуйте на лінію 102. Если патрульный автомобиль перед вашими очами, перед вас ехал, и, возможно, этого не пометил, они могли ехать, тогда уже на выклик. Если они получили выклик, и они уже нажали кнопку «Вик», натиснули кнопку «Приняв», они обязаны приезжать на зазначену адресу. Но если вы едете, и вы имеете видеорегистратор, например, и вы сами видели это порушение, вам никто не заважает набрать 102, выкликать патрульную полицию, дать все доказы, выступить святком этого правопорушения, и уже на основе этого будут разбираться. У нас всего 100 экипажей, мы очень большие, мы так стараемся, мы працюем, мы пытаемся реагировать на каждое правопорушение. Но деколи мы можем чего-то не пометить, для того у нас есть вы. Стосовно заработной платы, как и обещали, меньше, чем 8,5, никто не получил зарплату. Можете спитать моих коллег. Спасибо, мне линия стоп. Калина Васильевна, служба Новым Вести. Несколько вопросов. Первый, скажите, как относятся сейчас горожане к вам, спустя уже время, привыкли ли уже, как реагируют на вас? Очевидно, реакции разные, вот какие бывают. Второй вопрос, какие самые курьезные вызовы были, которые запомнились, которые обсуждаются, которые, может, там расставят анекдоты. И третий, ну, какими нарушениями характеризуются все-таки хотя бы чайниками? Чем больше всего вы решали? Можно я передам слово своему командиру батальйона стосовно курьезных ситуаций, оскільки він постійно на линии и все через это его пропускаю. Я бы хотела, чтобы он ответил на это вопрос. Микрофон, ты устроен? Я думаю, он уже научился голосно спекаться. В принципе, очень интересный. Отвечаю на первый. По поводу отношения граждан города Харькова. Я приехал к вам из города Киева, в принципе, видел, как реагировали киевляне, когда мы только вышли работать, и, в принципе, когда уже приехал спустя три месяца в город Харьков, вы знаете, процентов 60 хребчан, может, даже больше, очень хорошо реагируют на нас. Действительно. Могу сразу вам привести пример. Он такой был немножко и курьезный, немножко смешной. В плане того, один из горожан вышел с лишением места свободы, ну, так получилось, что у него не было при себе денег. Ну, вот наши патрульные приехали на вызов, он там лег где-то под дверями, ну, отдыхать, ну, не знаю, может, там выпил или перебрал немножко. И ребята приехали, разбудили его, спросили, в чем проблема, почему он находится не у себя под дверями. Он объяснил, что нет денег, нет туда ехать домой. В принципе, не знаю, ребята поступили благородно, они купили ему билет, никаких денег ему не было, дано на руки. Ему был куплен билет, он был накормлен, посажен на маршрутный автобус, был отправлен благополучно домой. В плане еще одного такого вызова, который немножко, ну, меня зацепил, после смены ребята приехали, и был вызов, поступил на 102, о том, что в магазине в супермаркете была кража, приехавши на место, ребята увидели женщину в не очень хорошем виде, с годовалым ребенком. И она, насколько они поняли, украла хлеб и то ли молоко, то ли масло. Вот наши ребята, недолго думая, просто взяли, купили этот хлеб, купили ей еще, я не знаю, полную корзину разных продуктов, упаковали, доставили, куда-то там у нее была какая-то знакомая, они ее подвезли, для того, чтобы ребенок не замерз и был не голоден. Поэтому я вот хочу еще, я извиняюсь, вот девушка, да, так реагировала на нас, что вот мы не увидели, понимаете, за всем уследить, в принципе, невозможно. Я вам говорю, реально, как человек, который работает постоянно на леднии. Да, иногда мы бываем, не видим, да, иногда бывает реально такой фактор, когда, представляете, перед тобой стоит 60 машин, 80, Харьков, в мегаполис, в принципе, очень много машин. Иногда бывает, да, что один уехал, но в большинстве, реально в большинстве случаев, мы стараемся реагировать, стараемся... Уехал с нарушением. Да, да, да. Как сказала Ольга Степановна, мы передаем, у нас есть портовые рации, мы сразу можем передать к ближайшим экипажам, которые находятся, они его остановят и проведут с ним профилактическую беседу, выпишут, допустим, постановление и тому подобное. Но поверьте, намного больше у нас очень хороших поступков. Просто этого никто не видит, об этом мы сильно не кричим, потому что хорошие поступки никто не говорит. Третий вопрос был о нарушении. Чем характеризуется Харьковщане, какие чаще всего нарушения? Ну, больше всего, спасибо, да, больше всего правонарушений у нас, конечно, по парковке, мы любимые. Дорожнего руха. Да, пересечение двойной сплошной, проезд на красный свет светофора. В принципе, за три месяца, насколько я увидел, Харьковщане стали намного вежливее и относиться к скорой помощи. То есть, даже видишь, когда двигается скорая помощь, мы уходим, там, даем ей преимущества. Так же само и другие автолюбители тоже очень, может, не радовать. Реально, реально это парковки у нас. Я хочу добавить до своего комбату стосованного ситуации таких. Я неодноразово сама в очередной раз, коли намагалась доехать додому на власном транспортном засобе, якщо я виявляла порушения, або, якщо я виявляла транспортный засоб, що свідчиво про те, що людина керує з ознаками алкогольного спьянення, в мене, в моєму власному транспортному засобі нема радіостанцій, але в мене є мобільний телефон, я набирала чергового, вони викликали туди наряд, я сопроводжувала цей транспортний засоб, намагалась його трошки притормозити, і потім, так як я вже запропонувала, я виступала в качестве свідку, мій відеорегістратор власне, виступав я в качестве доказів, вчора на плей-риклад, був теж такий в мене момент, коли я їхала знову-таки на своєму власному транспортному засобі, і людина намагалась пересікти двойну сплошну, але в мене машина тонувана, і він не міг бачити, що я була в формі, і він так дуже настойчиво хотів це зробити, я змушена була вийти з машини, і якщо він так не розумів, я йому давала поняти, що ви приїдьте, будь ласка, бо тут суцільна двойна сплошна, то не можна її перетинати, але коли я вже вийшла, в нього вже не було ніяких питань, він мене не впізнав, що я є начальник патрульної поліції, але він впізнав, що це є патрульний, і що треба все ж таки виконувати і дотримуватись правил дорожнього руху, тому давайте починати з себе. Мені розповідали поліцейські, я не пам'ятаю, ви були чи ні, як патрульну автівку зупинив харків'янин, який знаходився у стані дуже важкого сп'яніння на проспекті Лєніна, тепер науки, і коли поліцейські вийшли з авто і кажуть, що з вами і чому ви нас зупинили, він каже, я хочу з вами селфі зробити. Вони його посадили в автівку і доставили не в райвідділ, якщо б це раніше було, а додому. Ось така тепер нова поліція. Пані Ольго, недавно патрульні були не рядовими, стали чи вони зараз сержантами і лейтенантами? Ви можете бачити. Так, ви якщо бачите, то вже, що стосується мого апарату, то я їм вже вручила ці погони, а вручення погоні особовому складу заплановано на наступному тижні. Їм вже присвоєно, вже є наказ, але якраз будемо це здійснювати на наступного тижня. Дуже коротко, що до паркування. Водія немає, машина припаратурована неправильно, вас викликала і ви ж не можете нікого... Чому? Якщо зупинка стоянку, згідно змін в кодексі про адміністративне право порушення, ми маємо право евакуати транспортний засіб, якщо він стоїть з порушенням. І обов'язково два свідка, відеофіксація, і він їде на штрафмайданчик. Я вам дуже багато можу зазначити в центрі міста таких місць, ми постійно працюємо. Я думаю, бачили останні дні ми усилено в зв'язку з святковими, з новорічними святами. Дуже багато зараз гостей приїжджає до міста, і наші громадяни з окраїн міста так само їдуть до центру, бо тут дуже гарно, дуже красиво прикрасили. Площу, вулиці міста, паркуються люди, ми працюємо, на всіх нас не вистачає, але ми зможемо, разом з вами, разом з вами ми зможемо, будемо реагувати. Дякую за перегляд. 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 за 2 минуты, а есть экипажи, которые, к сожалению, еще и набрались нужного опыта, чтобы вести деятельность быстро и без помощи кого-то еще. Ротируете ли вы по данным мониторинга людей из-за двух экипажей, присаживаете в другой, меняете как-то или нет? Я, конечно, проводу такую ротацию, но было доречным, если вы на это ответите, командир батальона. Оскільки информация, которая отходит от них, это основным критерием, когда я принимаю такие решения. Спасибо вам за вопрос. В принципе, вы правильно подметили по поводу этого, но хочу вам сказать, вы же тоже не сразу стали репортером, правильно? Поэтому каждый раз, если есть какие-то проблемы у ребят в плане оформления ДТП, составления админматериала и тому подобное, сильные, как вы заметили, люди в экипаже, подсаживаются к слабым, постоянно идет вот эта вот ротация. Может, если раз там попало, что ребятам, ну, вы сами понимаете, 12 часов отрулить, это очень тяжело. Поэтому надо и физически, и морально быть стойким. Ну, может такой быть, конечно, прецедент, что они там замешкались и составляли чуть дольше, чем это бывает. Но да, такие изменения есть, и это делается для того, чтобы, во-первых, ребята знали и соседние районы, и если вдруг какая-то нескандартная ситуация, они могли вовремя отреагировать на данную ситуацию. Спасибо, Володя, еще вопрос. Телеканал Ньюзван Тарас Аскарепов. Скажите, есть, опять-таки, слухи, да, водители говорят о том, что много участилось водителей, которые выпившие из-за рыбок. Действительно, это так? И сколько? Вы не прокомментируете, да? Я не могу сказать, участилось или нет, потому что каждый водитель должен знать, если он знает, что это заборонено. Это снова возвращается к вопросу правосведомости и ответственности каждого. Это заборонено. Но, на жаль, очень много фактов фиксируется патрульной полиции. На жаль, мы реагируем. Я сподіваюсь, что все заходы, которые нам вживаются в том направлении, даже информационно-профилактические, все же таки дадут свои результаты. И каждый понимает, что мы зависима от единого, и только общая работа, взаиморозумение, взаимоповага, мы таки добьемся результатов. Я очень прошу, всех водителей, если вы вживаете алкоголь, не вседайте за керму. Никто. Это очень важно. Потому что даже маленькая рюмочка может стать для кого-то летальной. Я вас очень прошу, не делайте этого. Я зараз дам слово Владиславу Юрьевичу. Задержание в плане пьяного водителя? Или вообще? Нарушитель. Как человек-водитель понимает, что его задерживают водители? Согласно правилам дорожного движения. Если автолюбитель видит в стекле заднего вида красный маячок, он обязан принять вправо остановиться. Для этого включается на наших автомобилях красный маячок. Дополнительно можем с помощью громкоговорителя подать ему команду. То есть называется марка автомобиля, называется его государственный номер. Говорится фраза, пожалуйста, примите вправо и остановитесь. Если автомобиль не останавливается, конечно, принимаются меры по подтягиванию ближайших экипажей. Эта машина просто блокируется. Скажите, была ситуация, связанная с тем, что говорилось о патрульных пешах. Будут ли такие патрульные пеши в нашем городе? Так. Так, звісно, такие патрули уже виводятся. Мы, как раз с Сергеем Игоревичем, это давно практикуемо спольно. На нарадах прийшли до такого висновку, что в Харкове они нужны. И когда проводились массовые какие-то заходы, мы обовязково выставляли еще пешими патрули. Додатково виводили на посиление. Сейчас вся патрульная полиция, я думаю, полиция так же, мы все виведены на усиленный режим несения службы подчас святкувания новоречных свят. Поэтому это будет так же вы увидите. Я думаю, вы уже сейчас можете это зафиксировать. Можно еще добавить. Ну, пеши именно патрульные наряды, это не только из сотрудников патрульной полиции состоят. Мы еще задействуем в пешем патрулировании и сотрудников отделов полиции, районных отделов полиции. И вы сами знаете, как каждый год мы на праздничные дни, особенно с 31-го, по 7 января усиливаем как центральную часть города Харькова во время проведения массовых мероприятий, массовых гуляний, в связи с тем, что все-таки это выходные дни, и люди пойдут на площадь, на елку, в сад Шевченко, в парк Горького, где предусмотрены областной администрацией и городским исполнительным комитетом определенные мероприятия для жителей города Харькова и области. Мы задействуем совместно с патрульной полицией их автомобильные патрули, пешие патрули выводим, и также будут задействованы пешие патрули из числа сотрудников отделов полиции, районных отделов полиции. Спасибо. Еще один вопрос по поводу проплесковых маячков. В полицейских машинах поднималось не раз на самом сетях, что когда ночью полицейские заезжают в отбор, действительно проплесковые маячки куют людей своей якостью. У меня была ситуация, ко мне в отбор приезжали три экипажа, там была драка во дворе, реально я проснулся ночью, не закрикал за то, что иллюминация была в квартире сумасшедшая. И еще сотрудники ГАИ бывшие, когда ехали по улице, они закрывали заднюю чатню патрульского маячка, то есть его было видно, что он работает, но он не слепил водитель. Не хотите ли взять такое на вооружение, потому что реально слепит ужасно. Мы рассмотрим вашу пропозицию стосово трошки затонувати приблизковые маячки, а что касается выключения приблизковых маячков в спальных районах, моя позиция такая, что я против, оскільки этот приблизковый маячок может спасать кому-то життя. Вот это и превентивная дия. Спасибо. А можно чисто технический вопрос уже как журналисту, будет ли какой-то веб-ресурс у патрульной полиции, сайт, на котором будут размещаться материалы, как было раньше у ГАИ, так теперь у патрульной полиции будет? Я отвечу на это. На данный момент, с початкой нашей работы, мы сотрудничаем с МВД на сайте МВС области, можно читать наши материалы в рубрике «Харкевская область», где мы надеем наши материалы. Также у нас есть сайт патрульной полиции, на жаль, он сейчас киевский, и плануется, что он киевский, но здесь тоже надают информацию о том, что патрульная полиция в них работает, Киев, Одесса, Львов, Харків, и будет работать так, Луц, Николай, Хужгород, что у нас запускается. Туда мы тоже надеем. Также у нас есть официальная сторона на Facebook. Мы пытаемся щодня ее обновлять и давать интересную информацию. Спасибо. Мы с нами, пожалуйста. Скажите, а вы работаете на 82 автомобиле? Можно я возьмуть? Это? Это? Так. Ви можем и то и дать, чи дочекаясь? Я хочу спросить, это те, которые... Это работающие. Нет, если вы увидели, это Державная виконавча служба. Это те автомобили, что касаются Державной виконавчи, на кого было за исполнительный, накладный арешт. Это там самоизначено. А всех других, ну, я уже не стала раховать, надавать цифру, я зазначила, это самая по Державной виконавчи. Спасибо за виконавчу службу. А те, которые вы эвакуировали за парковку, можно знать, какие это автомобили? Например, Жигури там или... Всех? Транспортный засеб, который порушил. Ну, вот, если вы специалистов прислушивали, то вы понимаете, что нам важно показать. Дивите, яке питание. Что касается эвакуации автомобилей. Там есть две условия, за которых автомобиль можно эвакуировать за неправильную парковку и стоянку. Другая условия – это стосовно того, что порушение является таким сутевым, что оно перешкоджает весь дорожний рух. Только тогда полиция, патрульная полиция, мае право эвакуировать этот автомобиль без хозяина этого автомобиля. Эвакуируются автомобили и за разномочные порушения. Это и система рубеж, это и скояння ДТП. Так, 670, так само, вживание алкоголя. Транспортный засебь забирается на штрафплейн, майданчик. Автомобили дуже різные, и Порше, и Тесли. Транспортный засебь не имеет значения. Я хочу зазначити, чтобы вы не думали, что патрульная полиция не працюет, и выборково эвакуирует какие-то транспортные засоби, керуючись их маркой. Такого нет. Просто принциповая позиция, возможно, меня подкорегируют мои коллеги, або моё керівництво. Я не дуже бачаю, в прессе це потрібно, в пиар, чтобы мы давали про себя информацию. Но у меня позиция, что каждый должен нести ответственность, не вважаючи на его статус, в социуме. То есть, будет ли он многою человеком, или будет ли он бедным, или чиновным. Не важно. Но мы не освятимаем эти события. Может, каким-то образом мы можем защепить его гидность. Даже если он порушил, он принесет ответственность. Но я не имею права на то, чтобы все его данные, возможно, это его защепить. Я, может, не подкорегирую моё керівництво, я не знаю. Я не дуже бачаю в цьому потребу. Я розумію, если Сергей Михайлович заплатить штраф, будет притягнуть до ответственности, но, возможно, средства массовой информации это подъедет и не пидет, как и все другие. Я не порушую правил дорожного пути. Головное, не порушувати. Мы знаем, что у вас появилась служба, которая назвала полицейское пикновение. Что это за послугой, как и в которой осталось? Это прописано в законе про национальную полицию, но только певные категории категории осіб подпадают под это пикновение. Это похилого века люди, это люди с обмеженными возможностями, это очень пьяные, скажем так, если он в состоянии алкогольного спьянения, если он уже в сильном алкогольном спьянения, если он, видно, что человек не без Хатченка, если у него есть документы про себя, то у нас нет цели, где его до райвидділу мы связываем с его родственными, мы связываем с его родственными, мы связываем с его родственными, мы связываем, где он живет, и полицейские пикновения мы доставляем его додому. Так же, что касается детей, если все сириты, або кто-то из дома втек, у кого нет законных опекуней, то мы доставляем до этих закладов. Это же отличие. А также психический хворек. То есть там определенный перелик. Если у них есть документы, то вы ее назвали? Так. Глеб, я могу сказать... Если она не против, если она не против. Потому что есть такие случаи, уже когда вертаются люди в стане алкогольного споединения, будь ласка, довезите меня додому. Но если он может сам передвигаться, если он сам может найти свой дом, то мы максимум, что можем запропоновать ему вызвать такси, або запропоновать ему давайте мы вызвать ваших родственников, нехай они за вами приедут. Я могу, да, дополнить, что полицейские пикновения относится не только патрульной полиции, но и всех сотрудников полиции, которые... Это прописано в законе Украины о полиции, поэтому это касается всех сотрудников полиции, не только сотрудников патрульной полиции. Ну и действительно хочу сказать, выразить большое спасибо сотрудникам патрульной полиции, потому что большинство из детей, которые уходят самостоятельно из дому, взаимодействие с ними, мы максимально в короткий час в настоящее время устанавливаем местонахождение этих детей. Потому что, вы сами понимаете, зима на улице, дети есть разные, есть разные отношения в семье, и у нас довольно-таки часто уходят дети из дому. И вот сотрудничая с патрульной полицией, мы даем постоянно координаты и приметы тех детей, которые ушли из дому, и у нас в течение практически полусуток, максимум суток, даже быстрее, это максимальное количество, мы находим данных детей. Спасибо. Здравствуйте. На улице Харбова, вы раньше уже продаж от легального бензина с подложеку. Чи фиксируете вы сейчас такие факты и реагируете на них, а вы ждете заявок от гражданин? Працовники реагируют? Саме вчера розбиралася таким одним фактом. Реагують, подключают поліцію, разом с ними мы стараемся с этими точками не боротися, а ліквідувати, чтобы их не было. Можете зараз сказати? Цифры? Ми не рахували їх. Это точковые сейчас випадки? Чи все ж таки на каждой... Мені здається менше вже зараз. Можем спросить Олег Слава Юрьевича, але мені здається менше. Навіть громадяни приходят на лічний прийом і на початку було більше звернень стосовно цього приводу. Зараз по одинокі випадки. А сам поліційский может реагувати? Звісно, може. Але якщо йому допоможе громадянин, це буде тільки йому в помощь. Я можу допомню по цьому іменно поводу. Це правонарушення, в якому документирується, ну, скажімо так, є определенні трудність в документуванні цього правонарушення. Тому, якщо действительно будуть такі факту, я прошу і господ-корреспондентів, і всіх жителів міста Харкова об цих случаях сообщати, тому що, чим більше ми роботаємо в данному направліні, тим більше вони ухищряються, такі методи знаходять, щоб це було не так заметно, але ми всі бачимо, що дійсно це ділянне адмінистративне наручення вже менше на території міста Харкова. Але все-таки случаи присутствують, тому я прошу всіх обращаться по цьому поводу, либо по 102, либо в ближайші отделення поліції, либо в патрульні поліцейські. Патрульні зупинитися. Повсюємо. Є інформація, що вас поліцію почали викликати чаще на домашні розборки. Действительно, це так? І яке кількість їх відбувається? Звісно, з початку роботи, якраз в жовтній місяці, був відмічений нами великий зріст, звернення інституційно цього приводу. Але ми так розуміємо, це якось пов'язано, напевно, з довірою населення. Оскільки, якщо можна так виразитись, наші громадяни прощупували почву, оскільки патрульна поліція буде реагувати. І зараз пішла на спад ці виклики. Чому? Тому що за 11 хвилин, якщо звернулись про допомогу, за телефоном, будь то сусід, будь то прохожий, будь то та жінка чи дитина, які там страшно вдома, патрульна поліція 11 хвилин, вона вже на місці. І вона вирішує питання. Вони чувствують себе захищені. І зараз така тенденція, на мою власну думку, мені здається, навіть зараз менше деба ширять вдома. Тому що знають, що є кому заступитись, що приїде і відреагує зразу. А якщо якесь наказання заложене визву? Так. Предусмотрено в адміністративному кодексі. Але ми зараз намагаємось це, напевно, трошки закривати очі. Ми сподіваємось, що наші громадяни не будуть цього допускати. А для цього присутствують просто нам проведення профілактичної бесіди, якщо це не повлекло в якихось великих послідствів, за чим людину штрафувати. Зрозуміло, якщо він спілкував заминірування, то тут, звісно, це різні різні речі, це головна відповідальність. Це такі поняття, хибний виклик, та коли вже все вирішилось, так? Це різні поняття. Якщо хтось шуткує, це, звісно, є така стаття в Купапі за хибний виклик. А якщо до приїзду патрульної поліції вже вирішена проблема, тоді ми відбираємо пояснення, дивимося, що все в порядку, що наша допомога вже не потрібна. Нами не відмічаються багато хибних викликів. Дякую, в Києві були замечні случаи, коли тільки почала працювати поліція, подруги викликали поліцейських, і снімі фотографії, це тенденція, мій місяць. Скажіть, будь ласка, по телефону 102 можна викликати будь-якому слуху? Ви бачите пожар, ви бачите упавший бальбальний чоловік? Да, можна я відповідаю на цей вопрос, це ближче к нам. Да, действительно, це телефон, оперативний телефон, і приймають любі сообщення, після чого данне сообщення передається в те чи інші подразделення. Тобто, ну, можна, як скорої медичній допомоги, сообщити о том, що відбувається какое-то преступлення, і вони сообщат на поліцію. Точно також і нам можна сообщити о том, що де-то, ну, чоловік потеряв сознання, або ще щось, естественно, вийде наряд патрульной поліції, або СОХ, і сразу же одновременно поступить сообщення, либо в МЧС, либо в скорую медичну допомогу. Ну, ми должны иметь в виду, що 102 – це телефон не патрульна поліція, це общий телефон поліції. І кол-центр, який существує в Главному управліні поліції обласної, там решають вопрос, кому переадресувати поступивший сигнал. Единственное, що вже, виспользовавшись тем, що ми тут все в сборі, хочу сказати, що після объявлення о тому, що ми йдем на встречу з журналистами, в Фейсбуці ко мене поступило масса вопросів і замечань, извините, що публічно, Сережа, але о тому, що сутрудніці кол-центра 102 іной раз проявляють хамство, грубость, дерзість в отноші звонивших. Я просив би вас этот сигнал взяти на учет, провести проверку і сключити такі компоненти в роботі харьковської поліції. Це дуже важливо. Дякую. Я хочу це додати. Не забувайте, ми є сервісна служба. На лінію 102 навіть звертаються, якщо сусіди топлять. Сусіди топлять, викликають так само поліцейську. Або кішка на дереві. Так само було. Скажіть, а були такі случаи, неадекватна реакція харьковчан, учитывая то, що дуже багато жінки, може бути люди вважають, що раз поліцейські жінки не зверікирують, як повернули нападення, чи ще щось. Такі моменти були? Все-таки повага, уваження. Дискримінаційне поведення. Относительно жінки поліцейські. Гендерне радіство. По гендерному фрізну. Ну, а почему бы і не? Нами не було зафіксовано. Я думаю, якщо в них очолі є жінка, є начальником, то, певно, того не буде. Нами не зафіксовано таке. Ви знаєте, я можу теж дополніть ответ на данний вопрос. Ми, може бути, все сотрудники поліції, включая і жінки, це є сотрудники поліції, і тому, навіть на масових мероприятиях ми задействуємо жінок, і це дуже сильно зберігає людей в час проведення. Тобто, якщо жінка в формі, це зберігає людей, це дуже сильно зберігає і мужчин, всіх, які проводять мероприятия, або знаходяться на площади і так далі. А якщо жінка зберігає заміщання, це більше, чим реагує чоловік на заміщання жінки в формі, чим на мужчин в формі. Це дійсно так. Я розпочинала свою кар'єру в Києві, і перші півтора місяця я здійснювала патрулювання в Святошинському районі. Дуже багато викликів нам вдавалося вирішувати, якраз завдяки тому, що, напевно, є жінка, і чоловікам було неудобно далі вже чинити якийсь опір або продовжувати правопорушення. Скажіть, будь ласка, ви вже за ці три місяці було ли серйозне применення оружію? І якогось серйозне противодействі? Ні, не було. В Харків не було? Ні. В кихіх випадки ви можете применити оружію? Зі злочинного законодавства. Стаття 46-та закона о національній поліції. Про запроси, Данбуре, може на короткому короткому середію Берпасову у вас написано таблички начальник управління Ні, ні, ні. Небільша вшивка. Начальник управління це по, раніше було так дійсно називалось, начальник управління обчислення безпасності головного управління. Зараз це управління превентивної діяльності. Теж головного управління національної поліції. Ми настільки часто зустрічаємося з Сергієм Ігоревичем, що мені здається, що він дійсно працює в патрульній поліції. Дякую. Дякую за уваження к новій поліції. Це наше с вами достояние. Да, конечно, є недостатки. Є масса недоброжелателей, які навіть цілі страниці відкривають на соціальних ресурсах для того, щоб із мухи робити слона і пітається доказати, що ніякої реформи в поліції не відбувається. І все це фікція і так далі. Ну, вот перед вами молоді, красиві, енергічні, незапятнані поліцейські. І ми робимо все для того, щоб виключити любу корупційну составляючу, яка могла б подвергнути сомнению їх правоприменительную деятельність. Ми допомагаємо їм во всем, ми доверяємо їм полностью. Газпожа Юскевич проработала місяц в должності начальника, так? Уже полтора. Уже полтора. Проработав місяц, уже представила отчет о своєї роботи, достаточне серйозний. Ми з уваженням відносимося к поліції і допомагаємо вовсім. Вовсім. Деталі не хотілося б розкрывати, але ми робимо все для того, щоб у нової поліції не возникло желання обращаться куди біто ни було, для того, щоб можливо бути втянуті в якісь корупційні зв'язки. Це, ми считаємо, нашою задачою, обласною, Государственою Адміністрацією. Ну, і будемо... Якщо запросити, може бути якусь періодичність випадку установитися? Будь ласка. Ми не заперечуємо. Ми не заперечуємо. Ви приглашаєте. Запрошуйте, будемо зустрічатись. Дякую большое. Можна... Є ще якісь питання? Закінчуємо. Можна я тільки скажу? Дуже вдячна, що всі ви прийшли до нас. До вас я хочу звернутися з проханням. Я сподіваюся, що новорічні свята прийдуть нас спокійно, мирно. Ми будемо забезпечувати разом патрульна поліція, поліція, забезпечувати ваш спокій, громадську безпеку. Ми разом робимо реформу. Ми працюємо для вас. Тому, будь ласка, допомагайте нам, звертайтесь до нас, приходьте. Якщо є якісь зауваження, приходьте, вказуйте нам на це. Ми будемо вдосконавлюватись. Ми хочемо, щоб місто Харків був задоволений патрульною поліцією, поліцією, нашою роботою, спільною. Тому що ми в цьому місці живемо. Це наше майбутнє, це майбутнє наших дітей. Дуже вам вдячна всім.